В Атамань съехались галушки со всего Краснодарского края. Здесь стартовал фестиваль популярного кубанского блюда. Чтобы накормить им тысячи гостей, повара начали готовить ранним утром. И уже к началу праздника удивляли всех самыми необычными рецептами. На Майдане, где открывали фестиваль задорные казаки и казачки, выплясывали живые галушки. Ростовые куклы в костюмах галушек в этот день можно было встретить во многих подворьях, где повсюду звучали казачьи песни и частушки. Участникам фестиваля подпевали и воспитанники школы телевидения Крымского экрана. В этот день юные корреспонденты прибыли не только для того, чтобы прикоснуться к истории Кубани, но и поработать. Телерадио компания Крымский экран, деревянченко Валерия. Можно задать вам пару вопросов? Конечно. Представьте свой курень. Наш курень называется Дымарня, хата Панаса Шкварки. Сейчас мы с вами находимся в кладовой, то есть в самой кладовой, где находится масса вкусностей и разнообразностей сала. Здесь сало копченое, сало жареное, окорок, свинина. В общем, все, что полагается заготавливать на зиму. Глядя на эмоции сегодняшних гостей, как вы думаете, понравилась ли им организация вашего куреня? Судя по всему, как народ веселится, наверное, да. Наши юнкоры побывали в каждом подворье. Участники фестиваля, они же радушные хозяева, гостям рады. Но вот интервью дают неохотно. Видеокамеры стесняются. Но воспитанникам школы телевидения Крымского экрана удалось разговаривать всех и даже бабу-ягу. Вы так хорошо выглядите. Я даже стесняюсь спросить, сколько вам лет? Ой, за тысячу-то перевалило уже. Может, вы любите галушки и потому так хорошо выглядите? И галушки, и лягушки, всех люблю. А вы можете поделиться своим рецептом? Могу. Три пакета галушек, четыре ведра лягушек, таракашки, баракашки. Мешаем, солью присыпаем, к столу подаем. Баба-яга оказалась доброй. В ее необычном загадочном подворье юные кремчане отгадывали загадки, а за правильные ответы получали медали. Кто же придумал этот сказочный двор в Большой Кубанской станице? Ответ на этот вопрос искали юнкоры. Как возникла идея создать такую красивую сказочную площадку? Эту площадку создало Министерство Краснодарского края, Министерство образования Краснодарского края. Сегодня на ней выступает два детских сада. Это детский сад номер один, центр развития и ручеек, и детский сад номер семь, колокольчик. А вы, как я понимаю, вместе с ним сотрудничаете? Да, мы сотрудничаем, мы приезжаем сюда выступать, развлекать детишек, людей, создавать такую праздничную атмосферу, хорошее настроение. Попробовав себя в конкурсах и в танцах, отведав в кубанской кухне, наши журналисты встретились с вокальным коллективом, в репертуаре которых и казачьи, и народные песни. Скажите, пожалуйста, а употребление галушек влияет на исполнение ваших песен? Ну, влияет, да нет. Галушки – это казачья еда, поэтому, как говорила моя бабушка, кто ест галушки, тот никогда не бывает голодный. А можно куплет вашей любимой песни для наших телезрителей? А судьба моя, судьба, а судьба, а судьба моя, скажи, почему? А судьба моя, разлука, судьба, я ответ на них никак не могу. Любители народных ремесел в этот день посетили выставку-ярмарку работ декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Побывали там и наши юнкоры, они получили массу впечатлений. Эта поездка им запомнится надолго. Ведь казачья станица Атамань – это крупнейший в России музей под открытым небом. Кубань – регион с уникальными историческими и культурными традициями. Фестиваль в этнографическом комплексе – яркий пример бережного отношения к этим традициям, любви кубанцев к своей родине. Марина Андрос, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский экран».